Привет, как дела? Сегодня мы отмечаем 8 марта и делаем пельмени. Что у нас во дворе на 8 марта? Снега. Еще ожидается ветер, 18 метров в секунду и снегопад. Будьте осторожны. Написано. МЧС прислал смс-ку. Метель. Метель. Ладно, закрывай. Опять. Опять. Метель. Это сначала себе сделала. Конечно. Ты всегда такой была. Я знаю. Сначала себе, а потом другу. Ой, Настя, не смеши. Это как в самолете. Пока на себя маску не наденешь и другу помочь не сможешь. Собака вот довольная. Довольная собака. Пельмешки будут. Пельмешки. Я тоже хочу пельмешки. Да, дайте мне пельмешку. Так, моя голубая, твоя синяя. Да, как всегда. Ты меня только не смеши. Ну как не смеши? Я по-другому не умею. Ой, больно. Я ничего смешного не сказала. Больно. Мне больно. Мне больно. Ой. Я улетит. Я улетит. Расскажи, что ты вздыхаешь. Так больно. Умирает кровь. Ой. Тебе помочь? Ой. Умереть? Хворжать. Ну чё, чё, сколько уже прошло с 18 февраля? Сколько? 18 дней. Мама у нас шлёпнулась на льду. Ой. На головёте. На головёте. Гуляла с этой. Гуляя с Челсиком. С Челсиком. С Челсиком. Гуляя с Челсиком. На ровном месте. Моя крошечка. А чё это вы там делаете? А где можно? А я тоже хочу. Может, пожалуйста. Вся работа на собаку. Когда покормите, когда погулять пойдём. Блин, в тот раз я упала со своими собаками. Рёбра сломала. В этот раз опять упала. Аж до скорой помощи дошла. Осторожнее надо. Меня, главное, увозят. А Настя снимает. Блогер. Ты сама сказала, не надо с тобой ехать. Ну, да, но я имею в виду. А снимать-то зачем? Короче говоря. Чё хочу сказать. В больнице мне понравилось. Молодцы. Я всегда... Ну, несмотря на всякие косяки. Восхищаюсь медиками. Здорово. Они сразу мне за два часа провели все процедуры. В Англии, блин, я там полгода ушёл. Ой. А ты расскажи, как тебя. КТ, МРТ, не, МРТ не. КТ, рентген, УЗИ. Осмотр всех специалистов. Все анализы крояли. За два часа выдали выписку и отправили домой. Ты отказалась от госпитализации. Не, не, они мне заблокали госпитализацию. Я говорю, а зачем? Лечить будем. Я говорю, а можно дома? Пишите тогда расписку. Написала. Вот лечусь дома. Как лечусь? Всё, уже пропила. А оно всё равно болит. Ну, сказали, месяц будет дать. Как минимум. Ой. А ты расскажи, как ты в Англии лежала в больнице? Да нормально, чему. Ну вот, а говоришь. Ну, как сказать. Мне повезло, я перед Новым годом туда попала. У них все клиенты, видно, повыписывались. И тебя одно обслуживали? Ну, я тут одна была на всю больницу. Это ты с давлением, да, по-моему? С давлением, ага. Тоже мне это делали, КТ, какую-то палату положили, чуть ли не в реанимацию, я чуть с ума не сошла. Я потом у Стаса спрашивала, это платно или нет. А то он клянётся, что бесплатно. Но я вот всё думаю. А вдруг он за это большие деньги заплатил? Да нет, там даже не проверяют. Не, ну, главное, я без знаний английского попала в больницу. А там таких полно. Ой, или это самое. Как они со мной общались, я не знаю. На пальцах. Ну, ладно. Ну, ладно, да. Ну, в общем, я знаю, что там пройти, что все эти процедуры, даже анализ крови сдать, надо в очередь встать и всё. А КТ, так это вообще через полгода. Ну, это если не в стационаре. А тут мне за два часа всё провели. Узист ещё и смешить меня взялся, когда, хоть мне не до смеха было. Чё говорит? Говорит, какая у тебя девичья фамилия была? Слобожанина, Валикжанина. Я говорю, почему вот так решили? Ну, говорит, ты ляцкая. И я говорю, как вы узнали? По акценту, по этому. По говору, по разговору. Да ладно, у тебя говора-то нет? Да вот я уж тоже думала, я в 17 лет уехала из дома-то. Ну, значит, где-то уловил. Короче, земляк он оказался. Я говорю, да, я со Слобожского. Он говорит, а я с котельнича. В котельниче. Помню я про такую станцию. Да. Мы всегда там проезжаем и говорим, котельнич. Так это, когда мы поженились с отцом твоим. Да. Ну, вы нам рассказывали эту историю. И это. Доехали до котельнича. А на верхней полке лежал и в окошечко выглянуло. Он открытый, там старичок такой, дедушка стоял. Хмурый такой. Он говорит, дедушка, здравствуйте. Это какая-то станция, Рио-де-Жанейро? А он говорит, котельнич. Он типа оскорбился. Ну вот. И он говорит, я с котельнича, врач-то этот. Я говорю, ага. А он говорит, как же он сказал. А почему за хохла замуж в высоте? Ну, он так, все, шуткует. Я говорю, ну, фамилию-то, видно, мою увидела на этом. В направлении, где там, что там ему дали. Мещанку. Какую бумажку. А я говорю, да не за хохла, он с Кубани. А он говорит, а как тебя туда занесло, с Кирова? Я говорю, в институт поступила и там с ним познакомилась. В какой же вы институт поступили, что это? Ну, короче говоря, он с Кубани, ты с Кирова и вы встретились. Я говорю, в Харькове мы учились. А почему ты туда поехала? Ну, именно в этот институт хотела. Ну и так далее. Также он стал спрашивать, а как я в Питер попала и так далее. Ну, короче, он пока меня водил вот этой штуковиной. Исследовал. Все, всю мою биографию узнал. Ну, я так поняла, что в зиме делали, чтобы проверить, нет ли там, ну, как, когда упало, нет ли там какой жидкости. Может, что порвалось там, кровь, жидкость, все. Ну, вроде как не было. Ну, и в итоге что тебе поставили? Поставили сильные ушибы и сотрясение мозга. Ну, я боюсь, что у меня там все-таки трещины на ребрах. Потому что... У меня там не открытый перелом, не закрытый перелом. Ну, потому что я не могу ни смеяться, ни кашлянуть, ни встать с кровати, ни лечь на кровать. Сидя и лежа, ой, и стоя, и лежа, если удобно, то ничего. Ну, они тебе, вроде, сказали, треснутые ребры. Нет, они сказали так, говорит, переломов нет, а трещину не покажут. А, ну, может, это действительно... Не, ну, так все хорошо. Были, конечно, там косяки у них некоторые, но это фигня. Молодцы, молодцы, что их говорить. Я, ну, то, что в восторге, но не ожидала. Особенно, что ко мне так отнесутся, как к старухе-то. Шипакля. Вон, вчера идем. Выходить же я по вечерам начала немного гулять. Настя с собакой, я за ней. А навстречу идут молодые люди, четверо. Два парня, две девушки. Нас мимо Насти прошли, мимо меня прошли. И слышу, говорят, с наступающим вас. Я оглянулась, думаю, кому это они. А за мной женщина идет. Ну, тоже пожилой, чуть моложе меня. Лет под 60. А она говорит, с каким наступающим? Новый год, что ли? Она забыла, что ли, что завтра 8 марта. И говорит, спасибо. А я думаю, блин, а я даже не заслужила. Мимо меня прошли, мимо Насти прошли, но мы даже не заслужили. Бабушку поздравили, а нас не поздравили с наступающим. Я бы рада была. Я бы сказала, спасибо, сыночек. А я твой глаз не поздравила. 8 марта уже. Ну, нас Стас всегда поздравлял. Стас, да. А помнишь, я что-то вспоминала, в каком-то году, в 15-м, кажется, нас в качестве подарка в Шотландию возил. Глазгу. Нет, это 13-й год. 100 лет мы переменем не делали, да? Да. Что-то захотелось. Я даже не помню, когда мы последний раз делали. Докториать. В Лондоне, наверное, делали. В Лондоне, в Лондоне, мы рассветили. Делали. Со Стасом еще делали. Ага, ну, она же фишек. Он у нас самый главный заказчик. А так-то мы два пельмени. Да мы пельмени уже и не едим. Да, ну, они, во-первых, дорогие, во-вторых, в магазинах короткие помечут. Там даже мясо нет. Я не хочу грубо выражаться. Пельмени под это делали, под стих, который ты сочинила. Почему-то. Ну, это Стасу нравилось. Почему-то, как садимся делали пельмени, так и этот стих. У него прямо сразу. Под низом вот синий шарик. А повыше красивее. И потом вставал и говорил, кто ж докажет, прямо как Ленин, наверное, кто ж докажет, что он хочет петь и петь. Но не может он ни слова, ни сказать, ни сказать. Потому что, потому что нету рта у него рта. Такие стихи я писала у нас. Пять или шесть лет. Он с ума сходил от этого стих, от этого шеневра. У него даже пельмени он, по-моему, заказал для того, чтобы процитировать. У нас-то у нас... Ой, сейчас вот смеемся. Ну что, было время, дай хоть вспомнить. Да, ой, не говори, я так рада, что нам хоть есть что вспомнить. Правда, все это кончилось плохо, но... А что ты говоришь, потом пошло, все, плохо, плохо. Ну, чуть-чуть. Отец твой погиб. Стас погиб. Потом тебя из Англии попросили, не смогла. Ну, да, смогла. Продержалась, а может, и к лучшему теперь. Я даже могу сказать, что к лучшему. К лучшему, потому что, чтобы я к тому сейчас встала, моя вселенная меня пережила. Вот, потом пандемия, теперь СВО, скажем так, скромно. А что дальше вообще? СВО. А дальше глобальная катастрофа. Ой, да ладно. А пока мы делаем пельмени. А пока пельмени. Да, надо жить одни в дню. Одним, только по одни. Мне так тем более. И кайфовать от своей жизни. Настолько, насколько можно. Да, Челс. Да, Челс? Челс у нас самый главный кайфунчик. Дышим. Да. Если бы не Настя, я не знаю, как бы я встала. Только не зря. С Каштейном. Настя работает в Каштейном. В больницах я видела кино. Вот такие штуковины и там это, поручень. Они вот так стоят. Как раз вот такие поручни у тех, у кого кто что-то перелал. Да, да. Ну вот ты у меня за такой поручень. Ну а что, куда деваться? Теперь я с племянником Артемом на пару. Он с кострями беден-бедный. А он в декабре? На гололёде. На гололёде. На гололёде. Ну где-то тогда, да. Я это... Осторожнее надо ходить. Да ведь всю зиму береглась. Я тебя столько болтиков вкрутила. А они все стёрлись. Да. Но эта зима как никогда гололёде стыла. Да нет. Я хожу нормально. Просто обувь надо. Особенно около вот этого дома твоего. То с крыш лёд падает. Возле дома твоего, твоего. Нет, смотри, только объявления не несят. То с крыш вот такие голубые льда падают. Сколько раз... Вчера сосульки падали. То гололёд. Мы живём вообще в экстремальных условиях. Ой. Ну вот такая вот судьба у России. Зато мы выживём. Потому что мы уже опытные. В катаклизмах жить. Мне вам нравится, как у нас снег чистят. Кстати, в этом году прям увозят прямо камазами. Мне нравится, что он... Камазами. Тут поездами надо. Ну, поездами практически. Что он не лежит у нас прямо с сугробищами такими. А что прямо сгружают и вывозят, и вывозят. Дороги так чистят. Прямо... Красота. А я все снимаю. Снимаю. Да. Кровая с рельсом сходит из-за снега падает. А Настя опять снимает. А Настя всё снимает. Настя репортер. Настя. Иди на ручки. Не, ну это самое. Всё, я из-за собак страдаю. Из-за собак, да из-за кошек. Тогда ребра сломала из-за этой. А что это вы тут делаете? Дай понюхать. А кто это был? Лера Джелла или Алиса Эрик? А обе. Лера с Джеллой. Лера. Джелла была. Вот. Рванули они на головолёде тут за кошкой. Я пошла пешком туда, на Новоселок туда идти где-то час пешком. Я пошла пешком, всё, деньги экономила. На Лондон копила. Вот. И что меня поразило, это было 8 марта, что в 10 утра где-то я иду туда, а навстречу, ну попутно, конечно, шли, но мне-то навстречу попадались мужчины, молодые, среднего возраста, пожилые, и все с букетами, и все с букетами, ну бумаги, конечно, но видно, что это букеты. Снег же, холодно ещё, бумаги, и торт, или ещё что-нибудь. Идут поздравлять женщин, кто мать, кто кого. И мне было так приятно, пусть не меня, меня никто, блин, сроду никогда не поздравляет. А мы тебе со Стасом как-то однажды присылали. Присылали, да. Это на день рождения? Да, на день рождения. На день рождения. Ну вот. Расскажи что-то. Ну вот, мне было так приятно, что наши мужчины, не знаю, российские, какие русские, советские, питерские, все с цветами шли. Вот прям буквально каждый. Как-то было приятно, что у нас. Традиция такая. Да. И я ещё помню, шоколадку взяла, думала, а, я ещё спрашивала, 8 марта будет это работать, у кого это делать? Да, они могут, круглосуточно, независимо от выходных. Взяла шоколадку, думаю, подарю мне сестре, которая, бедная, 8 марта дежурит. Трудится. У кого и делает. Ну так и сделала. Так вот, мне было приятно. Вообще, я скажу, в Питере молодёжь, в принципе, если бы не материлась, то неплохая. Да, всегда это, дверь откроют, поддержат, всегда пропустят. Культурная столица. Я парню, я не веду. Именно мужиков. Но матеряться безбожные. Мужики и девчонки. Это у них не ругань, это у них междометие. Они на этом языке разговорят. А, я пошёл вчера, у меня она, блядь, 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 блядь. И ты, кей, счастлива, ха-ха-ха. Они беседаться, они нырятся. Они другие слов им не знают. Но мы тоже... Убери собаку, не гигиенично. Да, она сейчас сама уйдёт. Её, да. А, она, наверное, фарш унюхала. Делаем каждому своё, у нас тебе без лука только есть. Ой, у меня на лук изжога страшно. А, варить тоже по раздельности? Конечно. Да. Мня-мня-шечка. Ой, вкусняшка. Можем на одну порцию, и хватит, трудно. Ну, ага. Давай, что-то делаем. Всё, молодец. А то потом не сядь. Беги. Давай. Ух! Надо руки поныть. Я потом лягу на твою кровать. Зато у тебя походка стала, как у королева. Сгорблена, да. Еле-еле. Только шляпки не хватает. Так же, как она ходит. А, сгорблена, да. Так ведь соседи-то всё знают. Как, что они знают? Ну. Твои? Твои. Мои? А, смотри. Чё, говорит, маму, выпустили уже. В окна наблюдали, как меня скорая увозила. Чё, говорит, выпустили уже. Увидела меня. Она говорит, я их знать не знаю. Они, оказывается... Одни меня знают. Я уже со всеми тут подружилась. Да, ты молодец. Я такая болтливая стала после логана. А я не хочу. Ни с кем. Со всеми бла-бла-бла, бла-бла-бла. Сама через челсика. Я же привыкла там с собаками гулять. И со всеми общали себя по поводу собак, потом за жизнь и так далее. У Сева Водорчинникова, кажется, что англичане знакомятся через собак. Гуляют с собаками, и вот между собой трудно начать разговор. А благодаря собакам вот они и начинают. Вот такие вот пельмешки у нас получились. Это мои, а это мамины. И ещё и маме на котлетку остался фарш. Чё говоришь? Потому что мои с луком, чесноком и с перцем. Поэтому их больше, чем у меня? Ну ладно, варим. Сколько? Мечта о существе. 15-16 штучек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну что, по 17? Ладно, давай, где маленький. Гулять так гулять. Гулять так гулять. На утке уже летят высоко. Летать так летать, я им помашу рукой. Челсику нравится фарш, да? Летать так летать. Я им помашу рукой. У меня что-то мало. Посчитай. Не удивило ли ты меня? Ну-ка, посчитай. 34. Тоже? О, у тебя не голоса алмаза. Тоже 17. Это ты. Еще и долепок. Так вот, готовы наши пельмешки. Мои. Мамины сейчас пойдут в другую порцию вариться. Нам же теперь надо отличить. С луком и без лука. Ой, какие хорошенькие. Большие. Не то, что в магазинах. Мяса много. Мяса надо в магазине покупать. Там костей больше. Это в Челсика игрушка. Шарик из почтальона Печкина. Говорящий. Она так любит говорящие игрушки. Прямо играет. Только она ему голову оторвала. Он говорит, что мясо надо в магазине покупать. Там костей больше. Вот такой вот шарик у нее. Там костей больше. Вот такие пельмени получились. У нас же еще сметанка есть. Сметана. Куплено в честь праздника 8 марта. Да, давно мы сметанку не покупали. О, все, супер. О, мама себе фрикаделек наделала из оставшегося фарша. Тут мясо будет. Молодец. Вот так. А что это вы там кушаете? А я? А ты у нас тоже девочка. Тебя тоже с 8 марта надо поздравлять. Да, поздравляй. Моя девочка. Моя красавица. Вот так вот мы. Вот так вот мы. Вот так вот. Мы любим вот так вот так. Вот тут еще почеши. Ями-ями. На, попробуй. Вот так мы всегда едем с челсиком на пару. Вкусные пельмени. Потому что свои. Они.